Им нет и 17, а они уже знают, как сделать школьную жизнь более яркой, насыщенной, открывающей большие перспективы. Школьные парламентарии активно продвигают свои инициативы, многие воплощают в жизнь. Недавно 11-классница Олеся Костриченко стала председателем городского школьного парламента. А начиналось все с самоуправления в родной 24-й школе, где ученики сами выбирают, какие праздники организовывать и даже какой едой питаться. Мы организовали акцию, и так получилось, что у нас в школьной столовой начали давать салаты. Вот у нас обеды и дополнительно еще салаты, то есть как и здоровая еда. Вот это наша акция, мы придумали ее в школе сами. Городской школьный парламент существует в Самаре уже 6 лет. Ученический актив – посредники между школьниками и властью. При такой совместной работе получается воплотить многие школьные мечты в жизнь. К примеру, переделать неудобную форму, провести акции за здоровый образ жизни, выпускать газеты и участвовать в конкурсах, где можно продемонстрировать свои таланты. Еженедельно у нас собираются представители городского школьного парламента и, собственно говоря, обсуждают какие-то новые мероприятия. Допустим, если есть у них инициатива, либо какие-то проблемы они хотят решить, поднимают они на обсуждение и, собственно говоря, уже выходят с каким-то решением. Далее администрация, руководитель школьного парламента уже обращается, собственно говоря, к нам за решение. В начале каждого учебного года проходят выборы новых парламентариев. Каждый кандидат выступает со своей программой. Здесь необходимо продемонстрировать не только креативность и амбициозность идей, но и ораторское мастерство. Городской школьный парламент – это некий своеобразный опыт общения с людьми, где ты можешь себя пробовать в роли организатора или ведущего набраться какого-то опыта и научиться более грамотно говорить с людьми. Городской школьный парламент тесно сотрудничает с Департаментом образования и с Молодежным парламентом при Городской думе. Далеко не все ребята мечтают связать свою дальнейшую жизнь с политикой, но все точно станут активными гражданами своей страны. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События.